чтобы, ну, предположим, недостаточно хорошо к ним относитесь и так далее. Счастье – это как вкус еды. Ты не узнаешь, что это такое, не попробовав. И вот тот же Мартин Селигман, который делал опыт на собаках, утверждает, что счастливый живет тот, кто реализует свое индивидуальное достоинство и получает от этого истинное удовлетворение, независимо от того, чем он занят – карьерой, семьей или творчеством. Основатель теории потока Михай Чикс Сент-Михай определяет счастье как состояние потока. Это полное погружение в свое дело, когда теряется ощущение времени. Вот мне знакомо это чувство, вот это состояние потока, когда я начинаю садиться и писать статью на свой блог или на свой сайт, я погружаюсь полностью на все 100% в то дело, которое я делаю. Я растворяюсь в нем. Я получаю огромное удовольствие от того, что я делаю. И вы знаете, вот это удовольствие, оно может быть и передается и другим людям. И они с удовольствием читают те статьи, которые я пишу. И вот это то истинное наслаждение, которое я получаю не от того, что я так написала, а от того, что людям понравилось. Для меня это счастье. То есть я получаю от этого большое моральное удовлетворение. Поэтому, что можно сказать о состоянии потока? Вот здесь, это взято из книги Михая. Он говорит о мастерстве. Я не буду сейчас влезать здесь полностью в эту схему. Я вам могу сказать, что вот смотрите, здесь идет минус. То есть апатия, сколько расслабленность, которая потом медленно можно превратить в разные совершенно ощущения. Можно превратить в панику, можно превратить в подъем душевный или подъем сил. А можно превратить в поток. Поток – это когда, вот здесь правильно написано, фокус, но в то же время и контроль. То есть вы четко контролируете все свои действия. То есть есть поток, когда вы, предположим, наркотики, но не вы, а люди, которые зависимы от наркотиков, вот они тоже в потоке находятся. Но это совершенно другой поток. То есть у них поток вот такой, знаете, бесконтрольный и расфокусированный. А вот поток, когда вы занимаетесь своим любимым делом, когда вы растворяетесь в отношениях, вот этот поток, он как раз очень четко сфокусирован, и очень четко вы его контролируете, но неосознанно. То есть у вас нет сознательного контроля, вы контролируете это на подсознательном уровне. И каким образом, что такое вообще поток? Это состояние, в котором человек полностью включен в то, чем он занимается. Это полностью вовлеченный процесс, нацеленный на успех в любой деятельности. Вот помните, поставьте мне, пожалуйста, плюсики здесь всех, у кого есть бизнес. Я знаю, что здесь многие имеют отношение к компании Reflame. Поставьте, пожалуйста, плюсики, у кого есть бизнес. То есть не может быть бизнес, это громко звучит, да, но у кого есть определенная цель на достижение определенного результата. Вот я вам приведу очень простой пример. У меня была консультант, сейчас она не сотрудничает с нами, но вы знаете, все это следствия опять, да, определенные. Она очень хороший продажник, продавец. Однажды ей по ошибке набили 22 шампуня. То есть вместо 2, 22 пришло. И это было очень давно, много лет назад, еще я не была директором тогда. И вот этот человек, он, значит, мы приняли решение, что она попробует их продать, но если у нее не получится их продать, она принесет, и мы их отправим обратно. И вот вы знаете, у нее была нацеленность на результат. То есть смотрите, 22 шампуня, результат, это было продать нужно, да. И что она делала? Существует метод перебора, то есть метод фильтрации. Она просто у всех спрашивала, кому нужен шампунь, вам нужен шампунь, купите у меня шампунь. Нужен, не нужен, да, следующий, нужен, не нужен. Опять четвертый, там нужен шампунь, да, нужен. Купите у меня два, ну возьмите еще один для подруги и так далее. Пока она шла до дома, она продала все 22 шампуня. То есть у нее была определенная нацеленность на результат. Она очень классный продавец, но, но, ее очень не любили клиенты. Как вы думаете, почему? То есть вот результат есть определенный, да, то есть она нацелена на успех. Навязчиво. Так, еще какие варианты будут? То есть ее очень не любили клиенты. Они ее просто ненавидели. Конкурентка впаривала, да, то есть это более похоже. Вот смотрите, вот в чем отличие потока, да, от совершенно другого состояния. Состояние, когда ты нацелен на результат любой ценой. Это называется как-то по-другому идеализация, как-то называется. Я не знаю даже, кто это тут психологи вам ответит, да. Вы знаете, от нее клиенты просто сбегали. Вот они у нее покупали только потому, чтобы она от них отвязалась. С одной стороны, настойчивость это хорошо, но навязчивость, но настойчивость, превращающаяся в навязчивость, это уже плохо. Так вот смотрите, когда, а почему происходило это? То есть вот почему, почему клиенты, вот я вам, ну вы понятные действия назвали, да, состояние клиентов назовите, напишите состояние клиентов, что они испытывали в момент общения с ней. То есть какие чувства и эмоции они испытывали, потому что поток, поток это состояние, да. А здесь в этой ситуации, какое состояние они испытывали? Ну представьте, вы клиент, к вам пришел вот такой консультант. Раздражение, так еще. Ну это опять действие, Лариса, эмоцию надо. Раздражение это эмоция, состояние это чувство, да. А вот быстрее бы отстал, это действие. Вот я когда для своих консультантов тренинги провожу, я все время у них спрашиваю, а что ты чувствовал в этот момент? Презгливость, неудобство. И вы знаете, очень мало у нас вообще в России говорят о чувствах. Почему? Потому что Советский Союз, которым зарождалось, вот опять, да, 50% наследственность, наследственность поведения, да, как раз воспитывали в нас то, что у нас не было чувств, у нас любви не было, секса не было, чувств у нас тоже не было. Мы не должны были, кроме любви к партии, там, к родине, да, ничего чувствовать. Поэтому в этой ситуации люди, которые, я немножко хотела другого слова, да, услышать от вас, но они, вот есть слово любовь, а другая сторона любви, это, что у нас? Любовь и есть еще оборотная сторона, в общем, ненависть совершенно верно. Они испытывали по отношению к ней ненависть. О каком счастье можно вести речь вообще, да? То есть человек счастлив был только потому, что он продал эти 22 шампуня. Но те люди, с которыми она контактировала, они испытывали ненависть по отношению к ней, и это не есть счастье, вы знаете, потому что рано или поздно это все выплывает в отношениях. И люди просто уходили, отворачивались, они обращались к другим консультантам, лишь бы, вы знаете, к ней не подходить, потому что они знали, что она обязательно им что-нибудь навалит. Поэтому это состояние по отношению к этому человеку, его нельзя назвать потоком однозначно, хотя, в принципе, результат, нацеленность, фокус, да, контроль, он был. Но это немного другое. Вот я сейчас этим примером хотела вам разницу как раз показать, что такое поток. А теперь давайте, а что такое поток тогда? То есть поток, когда, что чувствует человек, который находится в этом потоке? И что чувствует человек, который находится рядом с ним? Итак, что чувствует человек, который находится в потоке? И что чувствует человек, который находится рядом с ним? Даже возьмем пример вот этого консультанта. Пусть это будет другой консультант, который идет и продает эти 22 шампуня. Любовь, совершенно верно. Вот это самая важная, знаете, такая эмоция, которая является абсолютной, наверное, да. То есть когда вы испытываете любовь к людям, когда вы хотите именно им доставить удовольствие, не себе в размере денег, да, а именно им доставить удовольствие, вот это счастье. Потому что здесь усиливается ваша эмоция в несколько раз, потому что она подкрепляется эмоциями других людей. И вы получаете огромное наслаждение и удовольствие от того, что вы доставили удовольствие другим людям. Вот это и есть состояние потока. Я думаю, что Андрей на следующем занятии еще проработает одно состояние, которое у нас осталось. Так вот, когда вы идете с целью доставить удовольствие другим людям, но не забываете о том, что вам нужно продать что-то, да, или достичь какого-то определенного результата, у вас, получается, совмещаются вот эти две цели, и вы получаете удовольствие от общения с людьми, продавая им. Они получают удовольствие от общения с вами, что они приобретают, что они общаются именно с вами. И это все усиливается. И вот это и есть состояние потока, состояние счастья. Оно не является уникальным состоянием, потому что его испытывают многие люди, вне зависимости от рода занятий, потоку можно научиться. Каким образом, какие условия нужны для возникновения потока? Здесь мелко написано, но я вам прочитаю. Итак, первое, записываем четко поставленная, сложная, но выполнимая задача. Совершенно верно. Взаимная польза, да. Как? Да, в том. И в том процессе тоже. Итак, четко поставленная, сложная, но выполнимая задача. Помните, что все цели, которые вы ставите, они должны быть выполнимые. Что сюда входит? Первое, составить план работы. Провести эксперимент. Провести эксперимент. Например, да, забить противник угол. Пройти новый уровень в компьютерной игре. Подумать над вопросом, как разогатеть и так далее. То есть, четко поставленная, сложная, но выполнимая задача. Дальше. Перечень задач не ограничен. Гораздо легче попасть в поток, если задача новая, интересная, нетривиальная. Возникает вдохновение. Без вдохновения в поток не попасть. Вот оно должно возникнуть. Вот знаете, вдохновение это такая вещь, это слово произошло от слова «вдох». Да, то есть, вдохновение это когда в вас, там, ну не знаю, Господь, Вселенная, энергия, что-то свыше. Вот оно вдохнуло в вас вот эту искру. И теперь ваша задача от этой искры, чтобы зажглось пламя. Так вот, без вдохновения потока не получится. Или не просто в него будет попасть. И при большом желании, даже при мытье полов, тоже можно попасть в поток. И здесь не нужно лить много воды. Второе. Должен быть достаточный арсенал для выполнения поставленной задачи. То есть, что там должно быть? Это способности и умения человека. То есть, навыки, которыми вы должны овладеть. Даже, например, пол помыть тоже необходимые средства и умения. Тут вот приводится пример, например, хорошая швабра. Вот представьте, есть одна компания, называется она, белый кот вроде, белый кот. Да, вот я покупаю там вот эти тряпочки для мытья. Рекламу сейчас сделаю. Вы знаете, я просто вот, я просто получаю удовольствие от того, когда я мою стекла. Представляете, мою стекло водой без моющих средств. И оно изумительно чистое, оно блестит. Вот есть такая специальная технология. И я получаю огромное удовольствие от этого состояния. Счастье у меня, что я мою, во-первых, за 5 минут стекло. Мне не надо возиться со сменой вот этой воды. Постоянно мыло там, да, моющие средства, прыскалки. Не надо нюхать вот этот нашатырный спирт и так далее. Вот это действительно счастье. И даже вот в такой мелочи я нахожусь в состоянии потока. Поэтому необходимые средства должны соответствовать сложности задачи на момент ее выполнения. Если умений человека будет недостаточно, то напряжение будет слишком высоким для потока. И вы будете нервничать. Вот вчера Светлана, да, приведу пример, да, можно с тобой Светлана Прохорова. Мы с ней вчера регистрировали доменное имя. И так как у Светланы пока еще нет навыка регистрации доменных имен, мы с ней потратили целый час на эту работу. И мы в состояние потока не попали. Почему? Потому что не хватило вот этих вот навыков. И, соответственно, даже в какой-то момент Светлана испытывала раздражение, да, от того, что не получалось. Поэтому вот именно если бы навык у нее был, если бы это было уже не один раз проделан, но зато теперь она научилась и стопроцентно уже умеет это делать, и можете к ней обращаться за консультациями, за платными, естественно, да, то она вам уже поможет это сделать, приобрести доменное имя. Потому что она навык вчера этот отработала. Так вот, когда навыков недостаточно, напряжение возрастает, это уже стресс. И если вы готовы двигать горы, а вам дают лишь бумажки по офису разносить, то, понятно, для потока энергии будет слишком мало. Ну и третье условие – это высокая концентрация. Сюда относится способность человека концентрироваться на задачи и погружаться в дело. Вот помните, мы говорили, и Андрей говорил всегда, что когда вы приходите на тренинг, вы должны быть одни, вокруг вас не должно никого существовать, потому что вы должны быть погружены на 100% в этот поток, потому что сейчас тоже идет определенный информационный поток. Я не знаю, в каком состоянии вы сейчас находитесь, погружение, на сколько процентов, кто вас отвлекает, звонки там, да, или кто-то гремит кастрюлями в соседней комнате, или кто-то передвигается, может быть. Но вот я ничего не слышу. Я специально наушники даже одела, хотя вы же мне ничего не говорите, но я делаю для того, чтобы быть 100% в погружении и ничего не слышать, что происходит вокруг меня. Поэтому очень высокая концентрация. Вот у меня есть точка фокуса, и там, вот вы все, вот в этой точечке, все 7 человек находятся именно вот там. И поэтому я сейчас вот конкретно в этом потоке нахожусь. Это качество тренируется, погружение в дело, да. Для концентрации важен интерес, новизна. Ну и тут же нужно банально уметь выделять время на выполнение задачи, потому что если вы в этот момент эмоционально заряжены, ну, не являетесь усталым, и нужно отключать все отвлекающие факторы. Поэтому, когда вы приходите на какой-то тренинг или на мероприятие, и вам говорят, выключите телефон, да, вот у меня телефон зазвенел сразу, и состояние потока пришлось выйти. И вот это мучает как раз тайм-менеджмент. Советы. Какие люди чаще испытывают состояние потока? Напишите мне, пожалуйста, как вы считаете? Такие люди чаще всего испытывают состояние потока. Итак, какие люди позитивные, творческие? Вот, Саша, наверное, Света, молодец. Творческие, активные люди, которые имеют хобби, которые занимаются в спортивных кружках, которые имеют дело, определенный вид деятельности имеют, которые имеют идеи, да, то есть, это мыслительная деятельность. Вот, помните, четыре пути, да? То есть, у нас интеллектуальный, духовный, физиологический путь, и четвертый, забыла уже. Так вот, вы можете находиться в состоянии потока, даже принимая пищу, потому что вы можете получать удовольствие, вы можете быть сконцентрированы на чем-то, да, то есть, получать удовольствие именно в комплексе от общения, от приема пищи, то есть, пути разные. Ну, то есть, если вы заняты конкретно чем-то, да, то есть, должна быть какая-то деятельность или мозга, или желудка, или двигательная, да, деятельность. Какая деятельность лучше всего подходит для потока? Я уж только что сказала, да, то есть, погружение в настоящую активную деятельность. Нужно находиться здесь и сейчас, в сию минуту. То есть, сейчас и здесь, слушать и слышать то, что я вам говорю. Такая деятельность задействует все сферы, и физическую, эмоциональную, и интеллектуальную, и духовную, и останавливает мысленный поток, и вы находитесь в определенном состоянии. Итак, если вы хотите почаще испытывать состояние потока, первое, выбирайте деятельность, которая вам нравится, и в которой вы играете активную роль. То деятельность, от которой вы получаете огромное удовольствие. Вот если вы коленками назад ходите на нелюбимую работу, как я раньше ходила, я месяц хожу, месяц болею, месяц ребенок болеет. Это отклик на то состояние, которое я испытываю на своей работе, потому что мы расплачиваемся чем-то. Если мы не получаем удовольствия, мы расплачиваемся своим здоровьем. Это самое первое, чем мы расплачиваемся со своим здоровьем. Поэтому очень важно, та деятельность, которой вы занимаетесь, чтобы вам приносило удовольствие. Ставьте перед собой ясные достижимые цели, причем они должны требовать от вас применения максимального мастерства и изобретательности для того, чтобы вы развивались и для того, чтобы вы совершенствовались. Настройтесь на деятельность, сконцентрируйтесь перед тем, как приступить. Скажите, у меня есть столько-то минут или часов, чтобы заняться тем-то, тем-то. Используй это время максимально и эффективно, с удовольствием. И обязательно исключите отвлекающие факторы. То есть погрузитесь полностью, стопроцентно. Вот я почему днем не могу работать? Потому что днем постоянно то звонки, то еще что-нибудь, то сварить, то убрать, то унести, то принести. А ночью мне никто не мешает. Я получаю огромное удовольствие. Хотя я скажу, что это не есть хорошо. Я, вы знаете, хочу все-таки как-то вот найти другой способ, чтобы получать удовольствие в течение дня, чтобы мне никто не мешал. Признаки потока. Почувствовать поток сложно, так как он тем и характеризуется, что отсутствуют эмоции и мысли, вы покружены в деятельность. О нем лишь можно вспомнить, потом сказать вот это да. Признаками потока являются потеря чувства самосознания, растворение эго, исчезновение восприятия себя, отсутствие не относящихся к деятельности мыслей или абсолютно внутреннее молчание, искаженное восприятие времени. Это вот я все время ощущаю. Только сажу статью писать. Вроде прошло 15 минут, а смотрю, уже несколько часов прошло. Деятельность сама по себе воспринимается как награда, так что она осуществляется без особых усилий. Вот знаете, я как по маслу.